Их ждали на финише несколько суток, но камчатская погода внесла свои коррективы. Дни ожидания выхода в Ильпырском, затем несколько суток в Усть-Вывинке на последнем этапе. И вот долгожданное солнце. Первым финишный створ последнего 15-го этапа гонки Беренгея пересек Андрей Семашкин. Но в общем зачете он на третьем месте. Титул чемпионки гонки 20-го года за москвичкой Анной Ереминой. Сейчас пока ничего не чувствую, честно скажу. Просто даже, наверное, еще не пришло осознание, вообще что происходит. Как-то просто ровно. Я бы не пошла, если бы не знала, что здесь такие люди, которые меня всегда поддержат. Поскольку мы в том году прошли эту гонку вместе. И в принципе я знала, что есть люди, которые не дадут мне тут не унывать, не грустить, не впадать в какие-то истерики. Грустный! Вперед! А, уже состоялся обгон. Гонка этого года стала триумфальным возвращением легенды Беренгея Николая Левковского. В общем зачете он на втором месте. Хотя еще в ключах Каюр сказал, что в приоритете для него не победа, а здоровье команды. Ну, нормальный настрой, конечно. Все хотят победить. Все стараются, все стараются, все что-то пытаются. Ну, чтобы здоровье было. И у собак здоровье хорошее было. А все остальное, наживное. Андрей Семашкин стал бронзовым призером Беренгеи. Его супруга Настя отыграла у Андрея Притчина четвертое место. Но зато самый титулованный Каюр гонки стал первым в номинации за верность традициям Севера, опередив Алексея Суздалова и Ивана Невани, которые в общем зачете заняли седьмое и десятое места. Расул Холмуродов, беренгийский дебютант, стал шестым. Андрей Казаков – восьмой, Анфиса Бразалук – девятая. Гонка 2020 года не принесла каких-то особых сюрпризов. Все было ровно. Пожалуй, за исключением камчатской погоды. До Ассоры мы шли, была прекрасная погода. Ровная твердая шахма. Мороз, правда, был сильный. А вот после Ильпыря потрепали пурги нас там, поискали каюров. Ну, в целом все в порядке, все живы-здоровы. Собаки целые, одна упряжка снялась. Снегоход один сломался. Снегоход починят, а все экспедиционное оборудование погрузят на пароход, который доставит его из теличек в Петропавловск-Камчатский. Подготовка гонки следующего года начнется сразу после того, как все участники беренгии вернутся домой. 21 марта вертолетом из теличек в Тымлот вылетели Алексей Суздалов и его упряжка. Ивана Невани повезут домой на снегоходах. А 24 марта остальные каюры и их собаки вылетят в Петропавловск. Если, конечно, погода снова не внесет свои коррективы. Анна Евстратова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка».